Здарова, ребят! Сегодня в этом ролике мы поговорим о прошедшей презентации Sony и о реакции вокруг неё. Да, сори, что так поздновато выпускаю ролик, но так уж получилось, потому что дела, дела и ещё раз дела. Ну, плюс здоровье немножко. Перед началом видоса можешь поддержать канал лайкусиком, подпиской на канал, если не сложно, конечно, ну и забирай промокодик на Кинопоиск HD для новых пользователей, чтобы 60 дней бесплатно смотреть мультики, фильмы, сериалы, но ещё получать доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам сервиса Яндекс. В общем, ссылочку на активацию я оставлю, как всегда, в закреплённом комментарии. Начну, пожалуй, с того, что на прошлой неделе Sony выкатила презентацию, от которой мало кто чего ожидал, но от которой многие офигели. Признаться, первая часть презентации была скучной. Ну, кроме тизера и переиздания Звёздных войн, но потом реально было 30 минут скукотища. Поскольку показывали такие проекты, которые уже либо показывали, либо которые не особо вызывали восторг. Например, ремастер Айлон Вейка, ремастер Анча 4 и слив его на ПК. Кстати, я всё ещё не понял, зачем нужен ремастер этой части для блоки 5, ибо в неё и так можно поиграть по обратке, и выглядит она более чем прекрасно. Показали который раз Deathloop, улучшенное издание GTA 5, которое будет продаваться отдельно для новых пользователей. Кстати, если вы вдруг нашли 5 отличий от ПК-версий, и вам это понравилось, то вы счастливые люди, считаю. В общем, первую половину презентации мы реально сидели, просто зевали, но потом пошла реальная жара. Показали тизер трейлера Самахи от Insomniac, потом показали почти сразу же Человека-паука 2, где самым главным злодеем будет Веном. Показали Гранд Туризма, чутка геймплея, фоторежим и так далее, кстати, от которой я не особо офигел. Ну и презентацию закрыли показанным трейлером Бога Войны Рагнарёк. Кстати, сразу по поводу него хотел бы высказаться. Честно, немножко было обидно, что первое впечатление от новой части было что-то в виде подобного, что типа Sony сделала будто дополнение к Богу Войны 2018. Ибо по основе, по визуалу, по первому впечатлению, она мало чем отличалась от предыдущей части. Да, конечно, может быть виной всему кроссген, но лично я ожидал какого-то шага вперед, но мои ожидания, как говорится, мои же проблемы. Ну, в любом случае, игра выглядит улётной, уверен, что она будет офигенной, поэтому тоже буду ждать. Не знаю как вас, но лично меня презентация порадовала, ибо я от неё вообще ничего не ждал, но получил анонс тех проектов, от которых я офигел и буду с нетерпением ждать. Росомаха, Паук, Бог Войны, короче, как я говорил на стриме, в моём кармане будет точно минус 210 баксов. Народ, в принципе, тоже очень тепло отреагировал на эту презентацию, большинству она понравилась, но в сети было очень много всяких споров, как всегда, консоли срачи и так далее. И честно, читая комментарии нашего русского комьюнити, стыдно пиздец, поскольку простые споры за игры каждый раз выводятся на какие-то там оскорбления, и вместо того, чтобы почитать какие-то аргументы за и против, ты видишь либо тупые байты, либо как бедлан или умалишённый школьник пытается оскорбить своего оппонента. Всё. Но, так или иначе, большая часть претензий была по двум вещам. Это то, что первое, Sony показала CGI трейлеры, как и Майки, но почему-то Майков за это засрали, а Sony нет, я, кстати, объясню почему. Ну, а второе, это то, что Sony показала меньшее количество проектов, чем Майки. По первой претензии, по поводу показа CGI, тут, на самом деле, сыграл на ситуации, как по мне, бренд тех самых проектов. Когда Майки показывают CGI, там, к примеру, ролик Redfall, контрабанда, пусть даже будет Starfield и так далее, у большинства игроков нет понимания того, какой будет игра, какая будет стилистика, каким образом нужно будет что-то делать, в общем, нет некой гарантии, что это будет реально всрыв башки, и есть лишь догадки на всё это. То есть, по факту, по CGI трейлера, именно нового IP, невероятно сложно сделать какое-то ожидание и понимание того, что там будет, ибо ты не понимаешь, какая будет игра по итогу. Единственное, что помогает это сделать, так это некие подробности, которые выходят после, и то, не видя проект, сложно понимать, что там вообще будет. Это, знаете, пример игры Redfall, которой скрины альфа-тесты недавно утекли в сей. По CGI ты, к примеру, думаешь, что там будет реалистичная графика, что-то ещё в итоге, но нас, скорее всего, просто ожидает нечто похожее на борду, с донатом, с элементами RPG в стилистике по типу We Happy Few. В принципе, такая вот тема у любых CGI роликов, но в ситуации с Sony, они показали как минимум два ролика, то есть Росомаха и Человек-паук. Кстати, по поводу второго говорят, что это всё-таки не ролик, это был не CGI, а он был полностью на движке игры, но, короче, это как-нибудь потом разберёмся. И нам в этих роликах, самое главное, показывают персонажей, которых мы знаем и любим, и понимаем, что, к примеру, вторая часть Паука будет продолжением, типа мы знаем, что была первая часть, и она была хороша, и от этого и больше радость, что выходит вторая. Ну а что касаемо Росомахи, достаточно подкрепить радость того, что игра будет от тех же ребят, которые создавали Человека-паука. И беря во внимание вот эти все факторы, понимается, что там, скорее всего, будет типа реалистичной стилистики, красивая графика, там, хороший махач. И поэтому CGI от Sony воспринялись куда лучше, так как персонажи всё-таки уже известные, плюс показ отвечающей студии ставит некую гарантию того, что реально будет офигенно. Insomniac, по сути, не раз не подводили игроков, поэтому, ну, реально есть некая гарантия. И знаете, тут я ещё раз хочу респектнуть Sony за то, что в такой студии, как Insomniac, кстати, которая сначала сотрудничала с Майками и сделала Sunset Overdrive, они разглядели в них потенциал, который по итогу всё же принёс им успех в финансовом плане, ну а также принёс радость игрокам в виде крутых проектов. Ну, реально за это респект, поскольку, что касаемо Майков, ну, кроме, наверное, как The Coalition и Playgrounds Games, у меня лично остальные всё равно остаются под вопросом. Вторая претензия игроков была с точки зрения количества. Признаться, да, что касаемо количества у Sony, не так много проектов, как у Майков, тот же Человек-паук и Росомах выйдут в 23-м году, а то и после, но если исходить по списку, то тут каждый сам выбирает под себя. Кстати, именно в 23-м году, по-моему, как раз и появится смысл брать плойку у многих, поскольку Новый Паук, там Росомаха, вроде как делаются только под PlayStation 5. Конечно, это может быть всё переиграть, как с тем же Майлз Моралес, но кто их знает. Что касаемо списка игр, если вы внимательно на них посмотрите, то заметите, что по большему счёту два гиганта тупо поделили жанры. Если у Sony преимущественно всё-таки экшен от третьего лица и на один раз прохождение, то у Майков игры от первого лица с элементами RPG или там песочницы. Ну, оно и понятно, поскольку та же подписка Xbox Game Pass, она рассчитана на долгосрочную основу. И чтобы подписку продлевали как можно дольше, игры в ней должны быть либо продолжительными, либо которые заставляют игроков каждый раз в неё возвращаться. И да, как и во времена Xbox One, наверное, в этом плане я всё ещё придерживаюсь принципа, что дело не в количестве, а в качестве. А если быть конкретнее, то в играх, которые ты будешь ждать. Так как из большего количества игр, например, для плойки 4, мне всё равно нравились игры от Xbox One. Ну, а в это время лично для меня у Майков, наверное, не так много проектов, которые я жду с нетерпением. Поэтому да, они как бы побеждают количеством, но по сути многие проекты я пропущу, поэтому здесь всё субъективно. Единственное, у Xbox жёстко манит магия халявы, так как все эксклюзивные игры войдут в подписку и ты поиграешь в них на халяву. И, соответственно, для игрока выгоднее поиграть в большее количество игр, нежели ждать одну единственную. Кстати, насчёт халявы. Если я не ошибся, то переиздание Анчи 4 будет всё-таки как отдельная игра. Фиг знает, сколько она будет стоить для плойки 5, но зачем? В игре вряд ли что-то глобально поменяется, ну, наверное, кроме FPS разрешения, и платить за это доплату, ну, какая-то жесть. В принципе, мы поднимали эту тему с Хорайзоном, но там всё-таки доплаты не будет. А что касаемо бога, войны и так далее, такой темы, как Smart Delivery, там точно не будет. Хочешь более высокие показатели FPS разрешения, плати за такую же игру ещё раз. Вот она позиция Sony. Также, несмотря на то, что у Sony не так много проектов, у большинства всё равно есть некое чувство, что это будут качественные игры, в которые захотят поиграть большинство. Майки же с качеством дружат, наверное, не так сильно, ибо та же Halo у многих вызывает сомнения, но зато у майков, опять же, большее количество проектов под предлогом халявы. Делая вывод по презентациям, можно сказать, что в будущем нас ждут реально интересные проекты. И, как, наверное, всегда, рекомендовано иметь две платформы, дабы не упустить все эти игры. Да, понятное дело, что будет куча всяких переносов, не дай бог каких-то глобальных проблем, которые ударят по качеству игр, но, на мой взгляд, самое главное дожить до тех самых проектов и получить от них удовольствие. Короче, жду вашего мнения в комментариях, как для вас прошла презентация от Sony, что будете ждать, что нет. Если видос вам понравился, не забывай ставить лайки, подписываться на канал и до новых встреч!